Но если мы додумались до того, что Бог действительно является троичным, что Он так возвышен в своих проявлениях, то какое всё-таки дело Богу для человека? А дело в том, что нужно спросить, какое дело влюблённому юноше до любимой девушки? Ну, она любит её, пусть она сама по себе, а он сам по себе. Согласится ли он на это? Пожалуй, нет. Перепрыгнуть через все заборы с гитарой под полою и так далее, но уже будет бежать к ней. Любовь не может не искать общения с тем, кого любит, и если это действительно та любовь, о которой мы говорили, то она не может даже не жертвовать собою ради любимого. Поэтому мы читаем замечательные слова в Евангелии. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сыну Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ну, всё-таки, я продолжаю вопрошать от лица наших слушателей, от наших зрителей. Даже если Бог возлюбил человека, всё-таки человек – это одно из многочисленных существ, которые населяют землю. А почему Он не возлюбил собачку? Вот у меня есть собачка, я его уже люблю, оно чудесное, смиренное существо. И действительно так искренне и преданно своих чувствах, что думаешь, Господи, ну никакого подлога, подлости, клеветы, мерзости, которым человек обладает, ничего там нет. Друг человека. Да. Вот почему Господь не избрался бы просто вот такого друга? Дело в том, что по христианскому учению человек является вершиной творения Божия. И вершиной не только в том смысле, что это самое совершенное существо, не только, а и в том смысле, что человек в себе содержит всю сущность тварного бытия. Интересно, что у Афанасия Великого, например, есть такие замечательные слова, что «Дух Святой отличен от единосущего всего тварного бытия». Оказывается, всё это тварное бытие единосущно. И центром, который, так сказать, завершает всё это, осуществляет это в полноте и концентрирует себя самым, всю сущность этого тварного бытия, является человек. Поэтому он – высшее существо, не ангелы даже, тем более не собачки, а человек. И в связи с этим мы находим удивительные слова у апостола Павла, который говорит, что «сама тварь подчинилась вот этому греховному состоянию человека не добровольно, а по воле покорившего её человека». Оказывается, человеческое бытие, человеческое состояние, духовное совершенство или падение человека обуславливает и состояние всей прочей твари, в том числе и собачки. Вот почему Бог, спасая человека, через человека спасает всю тварь. А если бы он спал собачку, то только бы собачку. Ну вот Господь, мы знаем многие духи, ангелов, ангелов множества мы знаем. Но ангелы действительно, наверное, достойны того, чтобы Господь их любил. Они чистые, светлые, исполнены любви, послушания, насколько мы знаем характеристики ангельских миров. А вот человек-то, Господи, потный, грязный, часто глупый и часто ангелыный. Почему человек? Ну, вы знаете, действительно, вы отметили очень важную и, я бы сказал, тонкую вещь, которой присутствует в психологии человека. Я очень часто шучу и говорю. Хотите, я вас научу узнать, какой человек хороший, а какой плохой? Ну, конечно, все. Я говорю, так вот, хороший человек – это тот, который меня хвалит, мне даёт, меня благодарит и прочие-прочие всякие вещи мне делает. Плохой – тот, который меня ругает, критикует, причиняет мне неприятности. Так вот, это действительно наша падшая психология, она так оценивает реальность внешнего мира. Так вот, и здесь, в данном случае, то же самое имеем с тем же, я бы сказал, направлением, что ли, мысли. Да, человек – грязное существо, верно. А кого, какого ребёнка мать больше любит? На кого больше обращают внимание? Кому больше она оказывает забот? Больному или здоровому? Естественно, больному. Естественно. Здоровый ребёнок даже завидует. Мы, как мама, его любят, а меня нет. И Христос что сказал? Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Причём здесь ведь тонкая ирония в этих словах. Вот говорят, есть ли в Евангелии ирония? Вот она, кого, о каких здоровых он говорил, о тех, которые мнят, что они здоровые. Поэтому, опять-таки, полная параллель и в том же контексте мысль, его другие слова. Я пришёл призвать неправедников, прям кавычки стоят, неправедников пришёл призвать, а грешников ко спасению. Так вот, естественно, у нас любовь к кому? К страдающему, к больному, к тому, кто упал. Это естественно. Истинная любовь и проявляется. У нас, правда, всё наоборот. Мы любим людей богатых, мы любим людей славных, мы любим людей красивых, да, людей чистеньких. А если видим бомжа, то мы не боимся даже соприкоснуться с ним. Что это означает? Это свидетельствует о характере нашей любви, а лучше сказать, лжелюбви.